Представьте, общаетесь вы со своим англоязычным другом, и в один момент речь заходит о кино. Он рассказывает вам о том, что посмотрел недавно, или о любимых картинах. И вот уже ваша очередь говорить о фильмах, которые запомнились вам. И вот тут я вам советую проверять, как же на самом деле эти фильмы называются на английском. Это убережет вас от непонимания. Сегодня я расскажу вам о некоторых фильмах, названия которых переведены, ну, очень творческие и практически никак не пересекаются с оригиналом. Меня зовут Настя, и это канал Puzzle English Live. Фильм Destination Wedding – это история двух отчаявшихся романтиков, которых сыграли всем известный Кьяну Ривз и Вайнона Райдер. Они знакомятся на чужой свадьбе, куда оба приглашены, и так начинается их история любви. Но мы-то давайте же разберемся с названием. В русском прокате фильм называется «Как женить холостяка», и это, конечно, ну, очень приблизительно. На деле же Destination – это пункт, место назначения, а Wedding – это свадьба. И словосочетанием Destination Wedding называют такие свадебные церемонии, которые проходят, так скажем, на выезде. Обычно это какое-то живописное место, куда приезжают все родственники и друзья жениха и невесты. А еще, чтобы хорошенько отметить это событие, они обычно остаются там не один день, а несколько. А вот в картине «A Drift» мы знакомимся с парой возлюбленных, которые отправляются в путешествие по Тихому океану, но не подозревают, что ведут свою яхту в эпицентр сильнейшего шторма. Русская версия называется «Во власти стихии», что отлично объясняет сюжет. Но что же с английским названием? Оно явно не раскрывает всех карт. «A Drift» переводится как «находящийся в свободном плавании», «затерянный» и даже в переносном смысле «поставленный в тупик». Вот такое многозначительное слово. И согласитесь, что это намного более таинственное, чем просто «Во власти стихии». А вот вам пример хорошей адаптации названия. По сюжету фильма «Tag» компания мужиков каждый год в течение месяца играет в свою дикую и абсолютно бескомпромиссную версию игры «Салочки». Так вот, это название «Tag» дословно как раз таки и можно перевести как «Салочки». Ну и вообще мы всем офисом тут проголосовали и пришли к выводу, что название, например, «Ты водишь» – отличный и достаточно динамичный вариант. И совсем не искажает смысл. А вот тут прямо спойлер, так просто нельзя. Вообще, этот фильм называется «Уэйкфилд». Это фамилия главного героя, которого сыграл неподражаемый Брайан Крэнстон. Я думаю, что вы все помните сериал «Breaking Bad» или, как у нас его перевели, «Во все тяжкие». Однажды после работы Говард Уэйкфилд подходил к своему дому и увидел енота. После неудачной погони за наглым вредителем он обнаруживает, что с этого самого гаража очень хорошо видно все, что происходит в доме. Ему так надоела его монотонная и скучная жизнь, что он решает остаться там и посмотреть, что будет. И вот теперь к спойлеру. Русская версия называется «Во всем виноват енот». И вот не уверена я все-таки, что во всем виноват именно енот. А вот тут явно перемудрили. Этот фильм называется «Before I Wake» «Прежде чем я проснусь». Семья усыновляет мальчика. И как это бывает во всяких ужастиках, его кошмары начинают оживать. Да мало того, что просто оживают и не дают нормально жить, как алкаши под окнами, так они еще и могут им прикончить. В русском прокате фильм называется «Сомния». И что это вообще за слово такое? Ведь в русских словарях его можно и не найти. Скорее всего, переводчики решили поиграть с латынью, где «сомния» означает что-то связанное со сном и иногда просто сновидение. И, кстати, в английском есть слово «инсомния», которое означает «бессонница». А вот слова «сомния» в английском нет. Ну и напоследок. Фильм «Family Man» «Семьянин». Тут речь идет о работнике с «Wall Street», который очень близок к покорению Олимпа. Но вдруг его карьерные интересы начинают входить в противоречие с жизнью и устоями его семьи. И вот тут копирайтеры сработали на отлично. В русском прокате фильм называется «Охотник с Wall Street». А вам ничего не напоминает это название? Ведь был же волк. Можно и про охотника киношку запилить, да? Охотник, кстати, тут слово не случайное. Наш герой занимался поиском кадров и должность его называлась «Head Hunter». Если разобрать этот термин на отдельные слова, получится «Охотник за головами». Согласитесь, что совсем неплохо у них там называют кадровиков. В общем, пытались поймать смысл за хвост, но на плагиателе. Ну что ж, друзья, на этом все. Напишите в комментариях, о каких еще названиях фильмов мы можем вам рассказать. Подписывайтесь на канал Puzzle English Live. Конечно же, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик. А еще переходите по ссылке на сайт Puzzle English и регистрируйтесь. Там вы легко и весело сможете выучить английский. А с вами была Настя. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok